В законе о государственном языке, в частности, в 17-й статье четко прописано, что публичные объявления, афиши, плакаты, реклама должны быть на государственном абхазском языке. Использование русского и английского языков допускается, но тексту на абхазском языке отводится главное место. То есть дублированные надписи на русском и английском языках не могут превышать размера шрифта и формата надпись на государственном абхазском языке. На этом рекламном баннере мы не видим ни одного абхазского слова. Кстати, таких рекламных вывесок, как в центре города, так и вдоль республиканской трассы, встречается немало. И глядя на подобные рекламные вывески с нарушением закона о государственном языке и закона о рекламе, невольно возникает мысль, а в какой мы стране находимся. Все же нельзя отметить, что часть рекламодателей со всей ответственностью подходит к своей работе. И публичные объявления, плакаты, реклама в сферах обслуживания и коммерческой деятельности исключительно на абхазском языке, либо на абхазском и русском языках. Но тексту на государственном языке отводится главное место. За соблюдением прописанных в законе правил оформления рекламы должны следить ответственные лица при администрациях городов и районов. Мы обратились в столичную администрацию, чтобы узнать, как выполняется эта работа в Сухуме, и насколько часто выявляются несоответствия готовой продукции предъявленным требованиям. Граждане должны, прежде чем установить рекламные конструкции на территории города, обратиться в администрацию города в лице отдела, после чего представить все необходимые документы, в том числе на соответствие закону о государственном языке Республики Абхазия, после чего, после прохождения согласования, им выдается разрешение на установку. И только после получения этого документа они имеют право установить рекламную конструкцию. В отделе по организации мероприятий рекламы при администрации Сухума отмечают, что наиболее частые нарушения – это установка рекламных конструкций без уведомления администрации, нарушение рекламодателями закона о государственном языке. При выявлении нарушения на рекламодателя составляются акты и выписывают предписания. В предписании указывается, что просим вас устранить нарушения в течение 10-дневного срока. В случае, если они это нарушение устраняют, то, соответственно, на этом и наша работа заканчивается. Но бывают случаи, когда приходится несколько раз обращаться, или когда наши предписания, документы игнорируются или не выполняются. По закону мы имеем право обратиться в орган, выдавший им лицензию. Имеем право обратиться также в прокуратуру города Сухум. После чего эти рекламные конструкции подлежат демонтажу. За 10 месяцев было демонтировано 50 рекламных баннеров. Как сообщили в отделе по организации мероприятий рекламы при администрации Сухума, еще 15 рекламных вывесок подлежат демонтажу. По словам Инала Абухба, за соблюдением прописанных в законе правила оформления рекламы должны следить и рекламопроизводители. В законе о рекламе рекламопроизводители несет ответственность за нарушение законодательства о рекламе в части оформления производства подготовки рекламы. Мы обратились в рекламную фирму «Авантаж», которая работает в столице порядка 10 лет. Мы не можем человека заставить, понимаете. Вот человек приходит, клиент, я не могу его заставить сделать там абхазский язык или сделать какой-то другой. Он пришел, у него свои идеи, ему нужно конкретно что-то. И уже дальше исходим из того, как он себя поведет. Стоит отметить, что в законе о рекламе также прописано, что если рекламодатель, несмотря на своевременное обоснованное предупреждение, рекламопроизводители не измени своего требования к рекламе, рекламопроизводители вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков. При этом в обязанность рекламопроизводителя закон это не вменяет. Мы проехались вдоль республиканской трассы, где также встречается немало рекламной продукции с нарушением прописанных в законе правил оформления рекламы. Что касается вывесок, названий объектов, в том числе и коммерческой деятельности, то здесь у нас осталось немало вопросов. Один из них обязывает ли закон о рекламе и закон о госязыке владельцев объектов устанавливать вывески с названием на абхазском языке.